У вас же вступальная система? Да, 100. Да? 100. Ладно. Да, слава Богу, друзья. Вот сейчас время завершения. Завершаем тему эклезиологии. Завершаем тему такими примерами. Оставим 15 вопросов так и сделаем. Не забудьте написать хамелеина. Отлично. И знаете, здесь на всех, да? Отлично. Тогда вот туда раздайте сразу. Вот. Спасибо большое. И вот пока раздается все. Пока размышляете, пишете там, начинаете, приступаете, то... Знаете, Билли Грэм как-то говорил выражение, если вот такое интересное, что все закончится хорошо. Я Билли прочитал до конца, и в конце все будет хорошо. Любимый. вот, и еще Билли говорил, что, значит, что, значит, как раз о конференции какой-то там в Америке была конференция по этой... А, эсхатологии, о последних временах. И там собрались такие отцы, значит, учителя такие, которые там по 50 лет и больше вот углубленные, изучали книгу откровений, защищали там ученые степени, значит, писали книги толстые, такие серьезные детки собрались. Значит, и там, значит, проходило там в спорах таких жарких, там выступлениях таких интересных. И вот после очередного заседания эти отцы выходят, значит, там в гардеробу, сходят, значит, и... Да, ага, спасибо. Значит, и гардеробщик что-то там читает и спрашивает, а что вы читаете? Библию читаю. О, как интересно. А что в Библии вы читаете? Ну, книгу откровений. О, как интересно. А что вам непонятно там? Ну, как? Да, понятно. Как? Они по 50 лет уже там... И что же вам понятно, говорит? Как он сказал? Библии как-то процесировал его, и так смешно. Типа, ну, все будет хорошо, как бы Гастой победил. Гастой победил. Вот мы можем о многих вещах там спорить и не соглашаться о многих вещах, но одна вещь бесспорна, на самом деле. Да. Что Гастой победил. И он победитель, стопроцентный победитель. Знаете, действительно это так. Вот. И вот та притча, помните там притча по поводу церкви, что царство Божье подобно полю, где сорняки тоже были посажены врагом ночью. Вот, интересно, Иисус, он очень так вот, настолько трогательно это рассказывает, что хозяин, он говорит, не трогайте, не трогайте, оставьте все это расти. Знаете, я верю в совершенную волю Божью, в желание Бога спасти всех вообще, вообще всех. Вот. У нас один служитель нашей церкви, тоже, как и я, выходец такой с традиционной православной церкви. У нас мало таких служителей. Всего несколько человек. В основном служители наши уже новые служители. Уже нового формата, нового поколения уже. Все-таки это легче человеку. Проще, да. Перестроить новое. Чем большие системы легче. Да. И вот в Румынии у нас вот этот епископ Богдан Ионеско, он, выходец с традиционной румынской церкви, был архимандритом и он сам о себе говорит. Раньше был, я, говорит, архимандрит. Архимандрит. Вот. Но, вот, теперь дитё Божье. Господь да благоставит нас. А к таким людям будет больше, наверное, да? Кому больше, да, нас того больше и спросится. Да, я понимаю так. Да и вообще, ну и перестраиваться людям таким очень сложно. Вот. Но те, кто перестроились уже, вот, я, вижу. Не, вот, как в слове говорится, если кто научит так другого, то есть, тут, я имею в виду, научение, это же учат неправильным каким-то вещам, с того человека больше спросит. Да, да, да. А там написано и не делать многие учителями, потому что подвергнемся большему осуждению. И я даже рассуждаю больше, глубже, что не только дело в правильном или неправильном учении, а дело еще глубже в том, что даже если правильное учение человек преподносит, но сам этого не имеет, вот, это не исполняет, это не живет этим, то он подвергнется еще большему осуждению такого человека. Даже если он правильно учит библиистику. Но сам не живет. Сам не живет этим, да, значит. Потому что христианское учительство отличается тем, что у нас один учитель. Как ни странно звучит. Хотя Бог призывает учителей к служению, но у нас один учитель только, который может назваться учителем на все сто процентов по праву. Это сам Господь. Вот. И школа, вот как вот забыл автор одного протестантского. Школа Христа книга называется. Мне понравилось название «Школа Христа». Так и есть. Церковь – это школа Христа. Так что сделайте 15 вопросов, а остальные туда уже. Если хотите, дальше продолжите, продолжите. Я же не против. Может быть, написать все вопросы. Нет, ну нет. Ну, да. Вот. И здесь email мой один, потом. Ну, меня легко найти в социальных сетях. на YouTube канал. Там пишут вопросы. Вот. Отвечаю. Ну, стараюсь. Не всегда получается. Иногда как бы так не получается подробно. Или вообще даже там бывает. Потом смотрю, опытные были вопросы, я их не ответил. но стараюсь сам отвечать на вопросы эти. Поэтому пишите, если что. Если в дальнейшем у вас там в служении будут какие-то вопросы, не стесняйтесь, пишите. вот. Я там даже такую рубрику такой завел, вопрос-ответ назвал. Дорожные беседы одну назвал, а другую вопрос-ответы. И дорожные беседы родились у меня так. Вот после очередной школы, там большая школа была, там вот такая скобка была этих вопросов. Времени на ответы уже не оставалось фактически. Я извинился, братья, я что-то запишу там, может быть, по дороге. А у меня с собой штатив, камера, а мне там купили этот билет, этот купейный вагон. и так получилось, я всю дорогу был один в купе. Чай я себе заказал у проводницы, штатив поставил, камеру включил, и ай да. И давай это, как бы, зачитываю вопрос там и отвечаю. у меня и предложение получилось такое. И вот с этой вот, с этого опыта началась моя рубрика вопрос-ответы. Вот. А, дорожные беседы. Вот. Тем более, что обычно в христианской традиции это не очень приветствуются там вопросы почему-то. Но в еврейской традиции это наоборот очень приветствуется. Особенно вопросы с подховырками. вот даже интересно, у раввинов есть такое выражение «талмидим хахаим». Талмидим, ну, ученик, да, а хахаим, хохма, хахаим, это значит, ну, короче, задающий разные вопросы. Ученик, не дающий учителю покоя, короче. Заставляющий выдумать. Почему христианские это не очень популярно почему-то. Вот, я даже служение христианское чаще всего подразумевает все-таки вот как бы насчет слушателей и вот говорящие не так многие говорящие. А потом уже после этого там у нас в зеленый класс ты будешь владеть. Да, ну да, в принципе, да. Ну, тоже не везде, далеко не везде. Нет, в церквях протестантских слава богу, да, но и то не во всех. Мне понравились, я был в таких церквях, где там и микрофон по залу, и где там значит, там дают возможности. Мы тоже учимся этому, практикуем там. Если люди пришли даже в церковь там первый раз, если у них есть что-то сказать, пару слов там скажите. Ты записываешь тогда, да? А, да? А, да. А, все, вот как раз, да, получается. Но единственное, что замечание, что первых только 15 вопросов. А то я вам здесь... А, можно забрать? Обратно. А, все. А, я не понял, что такое? А, я думаю, что такое? Много текста. А, вы поняли? Думаю, что же такое? Что, где-то ты дали? Да, да, да. Это уже халявы называют. А, знаете, от чего слово халява? Нет, от чего? От еврейского слова халяв. Халяв. Молоко. Молоко. Халяв. Есть песня даже такая старая. Эрит зават халяв. Халяв он ваш. В этой земле течет. Молоко и мед. В этой земле течет. Молоко и мед. Эрит зават халяв. Халяв он ваш. Эрит зават халяв. Халяв он ваш. Эрит зават халяв. Просто когда шаббат наступал, то еврейские женщины, вот в Украине, в Белоруссии, много было поселений еврейских, то они не доили коров своих, а приглашали соседок белорусов, украинок и говорили халяв, 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 халяв. Женщины приходили, доили коров, забирали молоко бесплатно, форф, и, короче, бесплатно, вот, по субботам можно было взять от еврейских коровы молоко. Вот, значит, и вот, закрепилось такое название халяв, халява. Мы знали, что раз в неделю у евреев халява. Экклезиология. По экклезиологии еще вспоминаю интересные слова одного из лидеров пробуждения в Англии. Как же его закрепили там? А, Весли. Веслианское пробуждение, точно. Весли. Он говорил как раз вот по поводу его экклезиологии. Он говорил, что весь мир моя церковь будет. Или весь мир мой приход. Мой приход. Да, да, слава Богу. И тогда сейчас... Вот так вот.